Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, мы редко заводим речь о членистоногих, а все почему, потому что они не такие мимимишны, как котики, или не такие умные, как собаки, или не такие хитрые, как семейство куньих. Неправда, среди тех, кого мы обычно употребляем под пенное, тоже есть выдающиеся экземпляры. Встречайте пальмового вора или кокосового краба – вид десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников. И да, он относится к членистоногому типу животинок. Ко всему прочему, это один из самых крупных представителей этого типа. Где же проживает это чудище заморское недалеко от моря, что логично и, возможно, судя по названию, недалеко от пальм. Но если конкретнее, то обитает наш пальмовый вор в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Кокосовый краб на самом деле крабом вовсе не является. Несмотря на разительное сходство с упомянутым в названии членистоногим родственником, это сухопутный рак-отшельник, как я уже сказала выше. Строго говоря, назвать пальмового вора сухопутным животным тоже можно с натяжкой, поскольку часть его жизни все-таки проходит у морской стихии, и даже на свет крохотные рачки появляются в толще воды. В детстве пальмовый вор не слишком отличается от обычного рака-отшельника. Он таскает за собой свою раковину и почти все время проводит в воде. Но детство проходит, и, выйдя однажды из личиночного состояния и покинув воду, он уже не способен туда вернуться, а в какой-то момент не может и носить за собой раковину-домик. В отличие от брюшек раков-отшельников, его брюшко не является ахиллесовой пятой и постепенно твердеет, а хвост сворачивается под туловищем, защищая тело от порезов. Благодаря особенным легким он начинает дышать вне воды. В общем говоря, эволюция опять предстает перед нами во всей своей красе. Оказывается, мудрая природа снабдила пальмовых воров сразу двумя инструментами дыхания — легкими, вентилируемыми воздухом на поверхности земли и жабрами, позволяющими дышать под водой. Вот только со временем второй орган утрачивает свои функции, и пальмовым воришкам приходится полностью переходить на наземный образ жизни. Размеры пальмового вора просто феноменальны. Взрослая животинка способна вымахать до полуметра в длину и весом до 4 кг. Клешни этого огромного членистоногого настолько сильны, что одним укусом рак способен сломать вам фалангу пальца. Частенько, кстати, под удар пальмового вора попадают питомцы местных жителей. Бывают случаи гибели собак и кошек от этого монстра. По правде говоря, в большинстве легенд отмечалась именно эта его особенность. Первые европейцы, прибывшие на острова, описывали кокосовых крабов как прячущихся в листве деревьев существ с длиннющими клешнями, которые неожиданно протягивались до самой земли и захватывали добычу вплоть до овец и коз. Кстати говоря, ученые подтвердили, что пальмовый вор обладает большой силой и может поднимать до 30 кг веса. Однако они же выяснили, что свои способности краб используют для того, чтобы перетаскивать с места на груз, предпочитая питаться мертвыми животными, другими крабами или упавшими фруктами. В течение дня эти челенистоногие отсиживаются в норах или скальных расщелинах, которые выстилают кокосовыми волокнами или листвой, чтобы увеличить влажность в жилище. Во время отдыха в своей норе кокосовый краб закрывает вход одной клешней, чтобы сохранить влажный микроклимат в норе, который необходим для его органов дыхания. Пальмовые воры стараются соответствовать своему названию и ведут ночной и одиночный образ жизни. Еще бы отшельники, как-никак. Под покровом темноты челенистоногие вершат свои грязные делишки. А сейчас мы как раз подобрались к тому, почему же пальмового вора так прозвали. Причин этому две. Первое – людское воображение. Местные издревле считали, что рак вскарабкивается на пальмы и срезает оттуда кокосы. Но этой легенде не нашлось подтверждения. Да, воришки действительно неравнодушны к пальмовым плодам, но обедают они лишь уже упавшими кокосами. Не откажется кокосовый краб и от других фруктов, а также от новорожденных черепах и падали. Они также были замечены из-за ловли и поеданием птиц и полинезийских крыс. Вторая причина, звучит более правдоподобно. Челенистоногий гигант обожает тащить в свое убежище всевозможную блестящую дребедень типа вилки и лелушки, за что и получил репутацию воришки. Мясо кокосового краба не только числится среди деликатесов, но и относится к афродизиакам. Поэтому на этих челенистоногих постоянно ведется активная охота. Чтобы не допустить их полного исчезновения, в некоторых странах установлены жесткие ограничения на отлов кокосовых крабов. С начала июня по конец августа у пальмовых воришек начинается период любви. Процесс ухаживания длится долго и нудно, а вот само воспаривание происходит довольно быстро. Оплодотворенные яйца самка носит в течение нескольких месяцев на нижней стороне живота. Когда яйца готовы к вылуплению, самка спускается к берегу моря и во время прилива выпускает личинок в воду. В течение следующих 3-4 недель плавающие в воде личинки проходят несколько этапов развития. Через 25-30 дней уже маленькие крабики опускаются на дно, селятся в раковины других моллюсков и готовятся мигрировать на землю. В это время малыши иногда даже посещают сушу и, постепенно теряя возможность дышать под водой, окончательно перебираются в основную среду обитания. Кокосовые крабы достигают половой зрелости примерно к 5 годам, а своего максимального размера к 40 годам. В дикой природе нет каких-то там специализированных хищников, для которых пальмовые воры. Основная добыча. Просто они слишком крупные, к тому же хорошо защищены и вообще могут быть опасными. Поэтому хищники их стараются обходить стороной. Но это не значит, что им ничего не угрожает. Ловить и поедать их могут крупные кошачьи и очень часто крупные птицы. Нельзя забывать и о человеке. Несмотря на то, что пальмовые воры стараются селиться на как можно более тихих и необжитых людьми островах, они часто оказываются жертвами людишек. Всё из-за вкусного мяса, да и большой размер играет не в их пользу. Их легче заметить, да и поймать человеку одного такого рака проще, чем десяток мелких. А вы любите раков? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok